Приветствую вас, товарищи! С вами Назар. Сегодня начинаем новое прохождение. Играем в мод Primo de Luc, что в переводе с французского значит «после меня хоть потоп». Известная такая кроватая фраза. Мод этот на альтернативную историю, как вы можете догадаться. Начинается альтернатива там еще со времен американской и французской революции. И идет до 1936 года. Более подробно вы можете почитать про эту историю в файле, который я прикреплю. В описании. Там есть в английском оригинале и на русский есть перевод машинный, гугл. Но я думаю, там можно понять, что к чему. В общем, что случилось? Наполеон все-таки смог удержаться у власти. Не сверли его. Победил он Россию даже. В Торксе не в 2012 году, а в 2014. И сформировал континентальную систему в Европе. И с того времени все пошло немного по-другому. В Америке то же самое было изменено. Во-первых, то, что Америка стала королевством. Джордж Вашингтон превозгласил себя королем после неудачной попытки революции якобинцев местных. Франция, как видите, не потеряла своей колонии в Луизиане, в Хлебике. А потом тут случилась революция социалистическая, якобинская, можно так сказать. Тут у нас христианская республика Дезерет. Россия сохранила за собой Аляску. Мексиканская империя немного больше. Техас, как видите, за собой сохранила. В Южной Америке более такие крупные государства. Вот здесь местные народы. Майя, бывшие Чан Санта-Круз сформировали свою страну. Испания, как видите, еще большая. Она даже владеет Египтом. Скандинавия объединилась в королевство Кальмарской унии. Германия раздроблена. Мы будем играть как раз-таки за часть из одной из германских стран. Тут у нас герцогство Люксембург, республика Нидерланды. Итальянская империя, Албания большая. Вместо Венгрии у нас Мадярская империя. Хорватия большая. Польская империя, получается, которая вместе с Мадярами развязали Первую мировую войну против Австрии, которая помогала Франции. Потом еще Италия вступила против Франции. И Великобритания против Франции воевала. Но американцы помогали потом еще французам. Поэтому по итогам местной Первой мировой, которая тут закончилась то ли в 1933, то ли в 1932 году, победили все-таки французы, их континентальная система. Польша, Венгрия, Италия оплачивали большую контрибуцию, потеряли часть своих территорий. В Балтийских странах, как видите, произошла революция. То же самое и в Украине. В Беларуси тут демократы руководят. А Россия монархия на Кавказе. Якобинцы тоже провели революцию свою. Османская империя все еще держится. Так вижу, потеряла в пользу Испании Египет. Но вроде бы османы, они воевали на стороне французов. Но может испанцы просто взяли под контроль свой, под протекторат, чтобы здесь сохранился порядок. В Индии есть французские владения. И только британцы тут захватили эти богатые земли. Китай разделен на две части. Тут есть Поднебесное Королевство. Христианское, кстати, которые поддерживаются французами. И Китайская империя, династия Яйцин, которые поддерживаются то ли Россией, то ли Британией. Точно уже не знаю. Японская империя, соответственно, в острове под Британией. Ну и Африка. Тут вместо Бельгии в Конго захватили скандинавы власть. Абиссиния существует. От Либерии. Ну и так в основном французы руководят. Владеют африканскими колониями. Американцы тут еще немного есть. Южная Африка тоже находится под властью Британии. Хорошо. Ну такой небольшой экскурс в историю. Мы играем за Народную Республику Германии. Германия, насколько я понимаю, в мировой войне не участвовала. Германия разделена на четыре части. Французы руководят померанским мандатом. Они захватили эти земли от Польской империи в Великой войне. Также тут есть Тевтонский рейх. Ультра-националистическое государство. И есть монархическое королевство Вестфалия. Против них мы будем воевать. Против этих двух. Играем за Народную Республику Германии. Во главе Эрнст Тельман. Это реальная личность. Глава немецких коммунистов до 1933 года. До того, как Гитлер взял власть в этом моне. Он глава тоже коммунистической партии. Но тут по сути нету коммунизма, а есть якобинство. Если так можно сказать. Или марксизм он тут написан. Тут я не знаю точно как это все называть. Так что давайте поехали. Посмотрим что нас ждет. Итак на старте у нас есть 40 дивизий. Я тут уже их распределил на два фронта. Здесь более приоритетный наверное. Сначала будем пытаться взять Берлин. Здравствуйте Мальдебург. Потом же пойдем на юг в сторону Мюнхена. Но мне кажется у нас тут больше войск. Экономика достаточно хорошая. 11 заводов и 8 верфей. Для начала это нормально. Есть два национальных духа. Жиданская война в Германии. Поддержка войны при 25. И уровень напряженности для вступления в Альянс. Плюс 100%. Вестфальская монархия всегда считалась французским аренеточным государством. Когда французский император потребовал немецких призывников для военных действий против Великобритании, Польши и России. Король Фридрих II охотно отдал людское мясо в мясорубку войны. Теперь войска, ожесточенные битвой, вернулись домой и пытаются сбросить ненавистного маринетичного короля. Ну то есть мы по сути... Это на севере, я так понимаю, случилось восстание. Здесь Германия, которая была раньше полностью в Вестфалии, как-то так она воевала на стороне Франции, в той первой мировой. И получается вот мы восстали. Здесь наверное тоже какое-то было восстание. Да, тут написано, что он тоже воевал в Великой войне на стороне французов. Но потом его устранили за ультра-националистические взгляды. И он также поднял против Вестфалии восстание. Ну и соответственно еще и воевал против радикалов в лице нас. Хорошо. Разобрались с Германией, как оно тут было. Потому что в том файлике, который будет на истории, там почему-то про Германию вообще ничего не сказано, что не происходило. Вот такое вот древо фокусов, экономическое и военные ветки у всех стран одинаковые. Только вот это политическое у каждой страны есть свои, ну там небольшие различия. Допустим у якубинцев, например там у Украины, Балтийского, там какого-то союза, у них Квебека. Примерно то же самое, только вот тут внизу претензии идут другие. И то же самое касается стран, которые близкие по идеологиям, они также имеют какие-то более-менее похожие фокусы, только на внешнюю агрессию у них немного различаются. Тут вообще по фокусам этот мод такой не сильно проработанный, насколько я знаю, работает один только человек над ним, так что вот такие вот дела. Так, тут нам нужно сначала, давайте решим по экономике, здесь куда мы будем идти. Вот эти три путя, тут можно даже выбрать какую идеологию ты получишь. То есть радикализм, демократия и монархизм, но мы пойдем конечно по коллективизму, так как это наши. Не буду отходить от идеологии нашей, пусть она так и будет. Также стоит сказать, что тут есть в моде интересные решения на смену флага и названия страны. Мы будем наверное брать Социалистическую Республику Германия. Для этого нужно сначала закончить гражданскую войну, объединение в Германию и политическая ситуация должна быть урегулирована. Возможно какое-то решение или ивент будет по этому поводу. Хорошо, ну и дальше мы будем продолжать, начинать вернее эту войну. Остальное только случилось, тут войска видите даже еще не на фронте. Как будет происходить в этом прохождении военные действия, я буду показывать только самые важные какие-то битвы, взятие городов или какие-то операции. Все остальное я буду вырезать. Попробуем такой тип прохождения, такой тип монтажа. Так что поехали. Так, первые успехи на фронте мы взяли Магдебург. Конечно полностью еще не взят этот регион, но уже хоть что-то есть. Проблема тут в том, что у нас очень слабые войска. Если сравнивать например с бестфальскими, то тут мы даже проигрываем в бои. Приходится отступать. Ну пока одну провинцию потеряли, но наверное потеряем еще. Просто-напросто они идут в хорошее наступление. У них есть и артиллерия, есть даже танковые дивизии. Так что тут приходится нашим не сладко. Удержать оборону я думаю мы сможем. Выполняется первый национальный фокус коллектива. Дает объем заводского производства 10% и повышение немного радикализма. Дальше идем еще дальше. На скорость строительства плюс 15%. Также немного по ситуации на фронте. Здесь против Тевтонов получается в кое-каких местах то наступать, то немного сдавать позиции. На южном же фронте все намного хуже. Вестфалия очень сильно атакует. Но как-то им получается. У нас в принципе тоже все более-менее нормально. Так что продолжаем. Рывается фокус промышленной картели. Еще 15% скорости строительства. Получаем дальше. Большой скачок вперед. Возьмем. Тут есть и на скорость строительства военных заводов. Хотя я пока строю фабрику. Но сразу дают военный завод. Но тут правда дают на строительство фабрики. Но оно со временем будет не нужно. А вот на военные заводы нужно постоянно. И что у нас на фронте? На южном фронте все стабильно. Без перемен. Враг атакует ее меняю не видеть. Туда-сюда перевожу. Те, которые устали, вывожу. Те, которые свежие, подвожу. И вот так здесь держится фронт. На севере наши наступают в район Гейпцига. Берем его в окружение севера. С юга мы вратили конечно окружим. Потому что тут холмы. Это большая концентрация вражеских войск. Враг также безуспешно пытается атаковать Магдебург. Но ничего у него не получается. По потере мы потеряли 54 тысячи. Уничтожили 70 тысяч. Потери, да, большие. Ну, как я говорил, у нас такие войска. У нас очень много ополчений. 26 дивизий. 5 касок. Ну так что мы продолжаем. Итак, мы можем выбрать первого министра. На выбор тут просто огромнейший. Либо ставить можно военную экономику. Либо вот тут брать на скорость восстановления дивизии. Это нам бы сейчас очень хорошо помогло. Верно, и сначала вот это возьму. Потом уже занимаемся экономикой. Ну что ж, мы делаем окружение почти вокруг Гейпцига. Потерян 70 тысяч против 90 тысяч. Возросли у нас конечно потери. Потому что тут пробивались. Сейчас возможно попробуем еще и Гейпциг атаковать. Двигаемся дальше. Получается нам сделать первое окружение. Взяли три дивизии вражеских котел. А также пробились вот тут через реку. Но, к сожалению, нас тут скорее всего сейчас выбит. Пытается пробить, не получается. Ну что, сейчас ликвидируем вот этот котел. И нужно наступать в сторону Дрездена. У меня тут есть 6 дивизий, которые постоянно наводятся под атакой. А можно будет с их помощью попытаться пробиться. Хотя это будет сложновато. Тут надо вот остановить атаку. Пусть враг сам пытается выйти. Ага, у меня Лейпциг не прикрыт. Ну что, сейчас прикроем. Ну и по потере 98 тысяч против 134 тысяч. По фокусу я взял уроки Великой войны. Тут есть бонус на высокопутную доктрину. У нас изначально шла доктрина массового штурма. Но я отменил ее и пошел по маневрной войне. Она все-таки намного лучше. Хочется дальше пойти, получить организацию и двигаться вперед. Тут у нас продавливается юга. Я не понимаю, откуда у них столько сил. У этого королевства Вестфалии очень-очень они сильны. Эти 10 дивизий бросают в атаку. Причем это какая-то перманентная атака. Она идет постоянно. Она не останавливается. Вот здесь двигаемся на Берлин. Наши войска прорываются к Берлину. Столица вражеского государства не прикрыта войсками. Тут у нас одна дивизия. Причем такая гарнизонная, холчанская. Возможно сейчас возьмем Берлин. Да, мы берем его и сдержать вражеские контратаки. Потому что подозреваю, что враг еще не сдастся. Да, он еще не сдастся. Тут либо Дрезден взять. Нужно либо Любок. Тут на юге я даже пытаюсь контратаковать. Но у нас у меня ничего не получается. Какие-то они супер-мега. Мощные бестфальцы. Также стоит упомянуть про внешнеполитическую ситуацию. Тут есть два таких основных блока. В Европе это континентальная система и центральные силы. Как видите, в континентальную систему ходят Франция, Австрия и их прихвостник. А также центральный блок состоит из Польши, Венгрии, Италии и более мелких государств. Подозреваю, что тут война разразится еще и вокруг Албании. В Сербии есть претензии на Албанию. Так что война, большая война в Европе не за горами. Но мы продолжаем нашу внутреннюю. Происходит событие на освобождении Берлина. Тут нам предлагают взять трофеи. Они, конечно, небольшие. Но давайте возьмем процентик стабильности. В общем, бой нет. В Европе тем временем раздражается Вторая мировая война. Как я и говорил, Сербия атаковала Албанию. Албания сразу вступила в континентальную систему. Ну и тут начинаются бои по всем фронтам. А мы тихонечко сидим себе в своей Германии. Занимаемся нашими внутренними делами. Получается взять еще одну дивизию вражескую в окружении. Ну и мы уже подошли на границе Дрездена. Пробьем ее. И тогда мы уже будем наступать на последнюю столицу ворога. На юге все спокойно. Бои идут. Да и тут такой вот выбор бонусом для армии. Тут, насколько я понимаю, нам нужно выбрать доктрину, по которой мы будем воевать. Мне больше всего нравится Квала Звеца. Тут есть скорость восстановления. Давайте мы вот это возьмем. К сожалению, не все приведено. Но это, в принципе, такое не страшно. Дальше по фокусам мы идем на прирост политической власти. Плюс 15% и повышение радикализма. Сначала вот этот верх закрою, а потом уже пойду вниз. Ну и также тут были сделаны некоторые фокусы на доктрину и на электронику. Получить бонус на быстрое исследование. Так, немного посмотрим по войне между мировыми державами и их альянсами. На юге Италии, кстати, появилось еще и королевство Италии, поддерживанные Францией. Ну, в целом, я не вижу каких-то больших продвижений. Австрия, кстати, не воюет почему-то. Ну, жаль, было бы хорошо, если бы она воевала тоже. Ну, у нас тут на юге за эту провинцию шли. Тут упорные бои. Все-таки нас выбили. Я просто не досмотрел. Здесь передвигал войска. Сейчас, кстати, штурмуем Дрезден. Я думаю, сейчас мы его возьмем. И закончится война на востоке. Да, предлагают нам забрать все территории, что мы и делаем. Отлично. Теперь промышленность Восточной Германии будет работать над нас. Перебрасываем все войска на юг. И в следующей серии мы уже будем продвигаться в сторону Мюнхена. Также стоит заметить, что у нас создается первая танковая дивизия. Почти она уже готова. А на этом пока что будем завершать эту серию. Так что благодарю вас за внимание. Не забывайте ставить лайки. Всем пока. Всем всего хорошего. Продолжение следует.